В Театре оперы и балета прошел предпремьерный показ мюзикла «Дубровский». Он собрал аншлаг, поскольку этого дня магнитогорцы ждали с нетерпением, и создатели постановки не подвели. Им удалось создать впечатляющее эстрадное представление, каждый вокальный номер которого стал настоящим хитом. Ни одного свободного места в зрительном зале. Такой аншлаг на сдаче спектакля в Театре оперы и балета случился, пожалуй, впервые. Причем крики «Браво!» и шквал аплодисментов начали звучать уже после первых вокальных номеров. Ну, очень сильно. Первый раз сходил на мюзикл, актеры постарались, молодцы. Костюмы замечательные, актеры замечательные, а песни и голос – это вообще здорово. Можно только сказать «Браво! Браво!» и еще раз «Браво!». И я считаю, что это, наверное, будет одним из самых лучших спектаклей нашего города. В том, что это будет именно так, директор Театра Илья Кожевников был уверен сразу. Ведь постановкой мюзикла «Дубровский» в «Магнитке» занялся сам автор – успешный продюсер и композитор Ким Брейдбург. Сюда он привез свою постановочную команду, которая за полгода работы совершила, кажется, невозможные. Исполняя сложные хореографические номера, солисты умудрялись безупречно звучать, а также актерски точно отрабатывать образ своего героя. На самом деле это неотъемлемая часть той самой системы, которую наши дорогие постановщики нам привезли. То есть мы находились в постоянном тренинге. Мы действительно тренировались не в плане тренажерного зала, а это сразу же было совмещение вот этих, ну не прям сразу, а трех этих составляющих музыки, слова и движения. Нас сразу же готовили к тому, что не без единой части этот спектакль не состоится. Однако далось все это нелегко. За время репетиции некоторые артисты сбросили по 10-15 килограммов, впервые, пожалуй, осознав настоящую цену успеха, основой которого является бешеная работоспособность. Ведь чтобы добиться высокого уровня мастерства, и музыкальный руководитель проекта Валерия Брейдбург, и его режиссер Николай Андросов себя не жалели тоже. Я вам пример приведу. Николай Николаевич в 00 часов вылетел из Москвы, в 12 часов, прилетел в 5 часов от Рамы, Митогорск, в 9 часов у него была световая репетиция, в 9, в 11 у него пошла репетиция сценическая, потом до 3 часов, потом у него пошла опять световая репетиция, потом в 6 часов был прогон, и в 9 вечера до 11 часов было 6, и человек сутки не спал. Для команды Кима Брейдбурга эта постановка в России стала шестой по счету и, пожалуй, самой сложной. Мюзикл впервые ставили в оперном театре, а не в театре мускомедии. Поэтому пришлось немало поработать над эстрадной манерой исполнения, а также поломать голову над достойным техническим оснащением спектакля. Театру прежде всего нужно переоборудование, то есть нужно дополнительное звуковое оборудование, световое оборудование, для того, чтобы качественно можно было исполнять не только вещи подобного плана, я думаю, что хорошая аппаратура это вообще нормальный атрибут сегодняшнего театра современного, техническая сторона вопроса. Мне кажется, что в данном случае техническая сторона вопроса хромает. И все же шоу состоялось. Каждый вокальный номер стал настоящим хитом, подарив зрителям предпремьерного показа массу удовольствия. Татьяна Артеменко, Георгий Бадаев, телекомпания ТВИН.